Всем привет! Прекрасное солнечное утро! Находимся на стройплощадке и сегодня у нас заливка пилонов. Для тех, кто не знает, пилон это то же самое, что колонна, только колонна имеет квадратное основание, к примеру, 40 на 40. Будем говорить правильно, в строительной терминологии 400 на 400 миллиметров. Это колонна. Пилон же, как стена, имеет основание 200 и, как правило, около метра. Его можно сделать больше, чуть меньше. Все зависит от расчетов конструкции нагрузки, которые как раз рассчитывает конструктор-проектировщик. Преимущество пилонов тем, что их можно спрятать в сами стены и перегородки, тем самым они не занимают полезную площадь помещения. У меня было видео, я уже показывал, как работать с теплостенблоком. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании, посмотрите. На меня в комментариях спросили, а как вы заливали пилоны? Ведь получается опалубка только с одной стороны. И сегодня я покажу, как мы заливаем пилоны высотой 3 метра, когда опалубка у нас служит с одной стороны именно облицовочный камень теплостенблока. А получить мы должны вот такой готовый элемент. Сам пилон трехметровый у нас вмещается где-то 0,7 куба. Конечно, это дело было бы удобно заливать колокольчиком вместе с краном. Чтобы исключить даже малейшую вероятность того, что блоки подвинутся, выпадут, треснут, мы решили заливать вручную. Да, это сложнее, но все труды, чтобы не пошли на смарку, я думаю, это самое правильное решение. И сейчас я покажу, как мы это будем делать. Если кому-то будет интересно, я сниму отдельное видео о том, как мы вяжем армокаркас. Сейчас дело не об этом. У нас есть инвентарная опалубка. Такие вот щиты. Метр на полтора. Так как у нас самый теплый строительный материал, который только можно найти, и чтобы такие мостики холода не запускать, потому что если бы мы залили бетон прям сразу к облицовке и миновали вот этот вот утеплитель, прослойку, то у нас не было бы вот этой точки отсечки. Здарова! Ребята уже начинают подходить. Бетон уже на подходе. Я взял декорчик. Кого взял? Эклерчик. Эклерчик. Только мне? Всем. А, я думал, только я любимчик у тебя. Я кольчиком кузнец. Отлично. Вот, пирик пришел. Пирик. Этот утеплитель является отличной отсечкой от холода, который может проходить через бетон. Хотя, конечно, у нас есть, все знают, у нас 9-10 этажки панельных домов, они полностью бетонные, и как-то все-таки в них тепло. Но в данном случае мы хотим максимально оградить здание от мостиков холода. Итак, с одной стороны у нас уже есть опалубка, это наша облицовка камня. С другой стороны у нас установлен щит. Самое главное, нагрузка будет внизу, весьма колоссальная, поэтому здесь забурены арматурки 12-е, где-то 60-70 миллиметров. Как показала практика, этого достаточно. Так как пилон угловой, нам нужно обязательно распирать еще стойками и угол, чтобы бетон, когда будет заливаться туда, не выдавил щит. И также мы устанавливаем две стойки, которые идут на место соединения. Потому что будем заливать, так как вручную, и можно было бы хорошо провибрировать, то заливается сначала половина пилона, а потом у нас уже все готово. Вот стоит этот щит второй, он уже измерен, выставлен. Вот тут даже прикручена деревяшечка, там где будет зазор. Вот он сюда встанет. Все уже промерено. Как только мы зальем половину, выставляем вторую часть щита, запениваем ее, и тут же начинаем дальше лить. То есть там где-то 15-20 минут у нас будет как раз. Пообедаем, и можно будет продолжать лить. Тем самым не будет холодного шва, бетон соединится, и будет прекрасное, монолитное... ...изделие. Так как тот пилончик у нас получается метровый, но где-то 200 миллиметров заходит именно за стену, нам хватает нашего щита, который имеет размеры метр на полтора. Но здесь, где участок стены ровный, наш пилон также имеет размер метр, но наши щиты уже, получается, не подходят или идут заподлицо. Поэтому принято решение развернуть их. То есть полтора метра в длину, метр в высоту. И тогда нам потребуется три щита. Именно этот пилон мы будем заливать сразу на две трети, а потом ставим, вот он уже подготовленный щит, две стоечки, и после обеда добьем до конца. Этого времени как раз хватит, чтобы бетон затвердел, набрал первичную прочность, но все еще оставался жиденьким, для того, чтобы нам соединиться и не было холодного шва. Две арматурки на глубину 60-70 миллиметров, двенадцатые, для того, чтобы вот самая нагрузка, когда мы будем заливать бетон, не выдавил щит. Потому что даже если будет на несколько миллиметров отслоение, то жижка бетона начнет выливаться. И тогда, получается, это будет, ну, не фатально, но придется уже больше бетона добавлять, в учет того, что выльется. И, конечно, чтобы не получилось потом пустот. Замками мы соединили следующий щит и стойки. Стойки идут всегда вот в момент, где замки, чтобы вот он как раз не расходился в этих местах, чтобы не было подвижек, потому что сам щит может сыграть вот так. Для тех, кто не знает, как посчитать объем кубатуры бетона, берем длину. У нас она составляет ровно метр. Значит, умножаем единицу на глубина, у нас где-то 0,23 сантиметра. Значит, ну, в среднем, да, 0,23-0,25. И на общую длину, в нашем случае 2,90. Получаем где-то 700-725 килограмм. Так, проливаю немножечко, да? Все, был порядок. Чтобы бетон не задерживался по сухим стенам, а сразу проходил туда, куда ему надо. А прям сразу в нашу опалубку. Начнем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok